Какое мнение? Ну, есть, да. Ну, их проблемы, так сказать. То есть вам без разницы, то, что им придется работать до 65 лет? А толку-то нервничать? А нервничать-то что? Нет, но все равно для страны-то это как бы хорошо, ведь разъяснил Путин, и все понятно. Выхода другого нет. То есть вы уверены, что нет вариантов не поднимать для всего возраста? Я думаю, что нет. Что делать? Если мы хотим, чтобы наша страна развивалась, даже мужья, да, вот у нас. Мужья-то предпенсионного возраста, но все равно ведь работают. Мы надеемся, что это лучше. Ну, что сказать, да, конечно, все против, как и наш президент, который пояснял то, что пока он президент, пенсионный возраст не будет повышен. По сути, он сейчас противоречит своим словам. Хотим послушать, что будет дальше. Ну, как бы, вот что могу сказать по этому поводу. А в связи с этим отношение к президенту как-то изменилось? Мы голосовали за его слово, а по сути он за него не отвечает. Работа связана с командировками. Уже за полгода объездил как бы много городов. Все люди против пенсионной реформы. Не буду говорить за себя. В пенсионном реформе вообще, в принципе, не рассчитываю на пенсионный возраст, а вообще на пенсию. Потому что заработать можно такими же путями, с такими же налогами, просто откладывая деньги просто на пенсию. Ну, вы готовы так долго работать? Я да. Я да, но это, понимаете, дико для тех людей, которые привыкли к тому, что было раньше. Нейтрально. Почему? Ну, в данном случае это меня никак не касается, конечно, лично меня. Но моих близких, да, негативно сказывается. Но не более. А почему тебя не касается? Мне 23. И? И до пенсии еще долго. На нее не надеюсь. Спокойно. Почему? То есть, вас не напрягает, потому что вам где-то до 60 теперь придется работать, до 63? Стрех, как бы. Не напрягает. Мне кажется, даже лучше ты, зато не сидишь дома. Я с тобой не соглашусь. Не согласишься? Нет. Не у всех хорошее здоровье, чтобы работать в 65 лет. Я как бы против того, чтобы повышали пенсионный вот этот возраст. Считаю, что это по отношению, по крайней мере, к взрослым людям это неуважительно. Потому что не у всех крепкое здоровье, чтобы каждый день идти на работу. Вот это вот с утра вставать, ездить куда-то чем-то, вот этим заниматься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!